Ну где он? Да ща прийти должен. Выпуск уже начинается. Да ладно, мне нервничать. Чё так долго? Простите, ребят. С девушкой поссорился. А чё так? Блондинками назвал. Я не знаю, я просто назвал шутку блондинками. Ну шутку, вы же понимаете о чём. Ты чё не знаешь какие шутки про блондины? Блондинки! Я считаю, что блондинка это всего лишь цвет волос. Я пойду возьму интервью у проходных. А мы пока узнаем побольше фактов о блондинках. Я вот не понимаю, например, почему. Алиш так и наедит блондинок. Хотя, в принципе, некоторые факты доказывают это. Такие как? Натоналенная рожа. Огромные силиконовые губы. Сиськи, вываливающиеся из её лифчика. Поведение вообще. Но по факту, всё началось с того, что девушки начали подражать Марии Монро после того, как она сыграла роль в фильме «Четырмены предпочитают блондинок», который был снят в 53-м году. Но после этого они начали переходить все границы. Парни, вот я принес интервью. Давайте посмотрим. Правильно. Ну вообще они ничем не лечатся, я считаю, нормальных людей. Единственное, если не брать во внимание тот стереотип, что они ТП, топливные подстанции. Они красивые, не чешные. Я не считаю. Блондинки, брюнетки, шатенки. Блондинки не тупые, но я лично не тупая. Я не знаю, откуда пошёл этот миф, но я не знаю. А вот вы же блондинка, так? Как вам под такими волосами живётся? Просыпаться каждое утро? Пока вы не направили на меня свой аппарат, я чувствовала себя умнее. Свой аппарат? Да. У меня аппарат вроде закрыт. День подходит к концу. Печеньки кончились. С вами была команда For You. Пока. Алло. Да, привет, дорога. Ты это, прости, что я с тобой сегодня так обошёлся? А, ты набираешься? Да? Все нормально? У меня всё отлично. Не, я не видел твоей тапочки, нет сегодня. Да я серьёзно говорю? Почему я козёл сразу? Теперь, если нет, я знаю. Я знаю, еслиπε.